здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами Настягин Олег и читая комментарии в прошлом видео увидал то что видео вам понравилось многие мне задали вопрос а где такое место находится и где можно посмотреть сразу отвечу это место можно посмотреть также без скачивания каких-либо программ открыв всего лишь google maps ссылочки оставлю в описании и далее вы сами сможете все это более детально просмотреть но сегодня я вам покажу что я интересно здесь увидел что тут специалисты у нас натворили что создали и где все это заканчивается если кто-то спросит как перевести и просматривать в 3d модели здесь кнопочка 2d 3d нажмете ее у вас карта превратиться в 2d модели на 3d нажмете можете просматривать 3d модели управление простое зажмете клавишу control и левую кнопку мыши можете таким способом управлять этой картой также передвигаться по ней а также кто спросит как так у тебя получилось здесь сейчас все дерганые а в видео в твоем прошлом все так плавно четко все летает сразу отвечу то видео и превьюшку которым показывал я создавал при помощи нескольких программ если точнее двух время конечно прилично занимает не то что просто на камтазе записать и показать вам но я думаю тот формат так как он очень трудоемкий буду выпускать редко в основном также скорее всего и останется на уровне том в котором я постоянно выкладываю видеоролики вот посмотрите место интересное нашел как специалисты постарались даже вот с такой дырочкой в скале посмотрите перемычку видно сверху а если приподняться и посмотреть с другой стороны да конечно при более детальном просмотре все расплывается ох улетел далеко и здесь мы видим ту же самую перемычку посмотрите вот карту из стороны в сторону передвигая ее отлично видно эту перемычку представляете какой труд даже перемычку умудрились создать в пещере и вот я вам и говорил вот такая вот должна быть карта на самом деле а не то что я показываю а теперь давайте вам покажу что еще интересного здесь увидел да конечно обидно угол мапсе все так поддергивается не знаю то ли интернета не хватает то ли мощностей компьютера но к сожалению только в таком качестве мы можем посмотреть если я просто на обычную программу записываю без всякой обработки но все равно очень интересно много чего можно интересного здесь вы видите понаблюдать также давайте я вам покажу границу где такое качественное 3d карта заканчивается там тоже очень много интересного если честно видно так давайте поставим карту вертикальное положение и вот она наша граница где качество заканчивается и начинается обычная карта здесь же не такого качества как видите посмотрите что самое интересное специалисты пока даже не совместили вернее не смогли совместить нормальную качественную 3d модель с обычной видите какая граница здесь даже дыры еще не заделали так вот такая вот разница между качественными 3d картой и обычной нашей но сразу вам скажу все таки вот такая вот качественная карта она со временем расширяется поверьте я наблюдая за этим ну не с каждым днем конечно все больше и больше но раз в месяц обновляется и территория расширяется так что в будущем в будущем мы практически всю нашу планету сможем рассмотреть вот в таком качестве более детально да конечно многие скажут это 3d модель компьютерная графика ну конечно компьютерная графика здесь спорить и не буду а как еще такую карту создать это не просто фотография со спутников или из самолетов сфотографирована и наложена на минимальный рельеф 3d модели здесь специалисты отлично поработали за что им огромное спасибо также посмотрите как стены обваливаются эти внизу камешки валяются и обнажается внутренняя структура и внутри как видим состоит из однообразной массой то есть глиняная структура все остальные узоры скорее всего это или водная эрозия ну или может быть еще какая-либо может быть карьеры здесь были не знаю вот таких здесь дыр по стыкам очень много не очень то конечно они хорошо состыковали но вполне возможно их понять то что невозможно состыковать хорошо он плоский рельеф более с таким высоким как видите очень много дыр по стыкам да вся карта дергается елки-палки невозможно нормально видео заснять для вас более менее качественном таком формате я заметил то что именно в этом месте это место юта вот карта и подергивается видно слишком много данных сразу поступает поэтому сразу подгрузочка не идет вернее подгрузка изображение идет более в большом объеме поэтому она и сразу не грузится и поэтому она и подергивается когда старается что-то рассмотреть поэтому здесь более-менее надо аккуратно если что-то хотите рассмотреть но у меня для вас готовится очередной ролик более качественные именно по этому месту полетаем как на вертолете по рассматриваем посмотрите что у меня получается я всего лишь второй видеоролик в таком формате делаю вы должны понять то что учусь помаленечку ну а почему именно и я вам сегодня это видео показываю очень много было просьб показать где такое место находится также сразу отвечу на вопрос а южный полюс изменился нет южный полюс к сожалению остался в таком же плохом качестве также в россии не очень-то и сильно изменилась но меняется добавляются новые фотографии меняет рельеф весь 3d модель надеюсь год-два подождем все изменится в лучшую сторону конечно в прошлых видеороликах я всегда жаловался то что подтирает затирает но со временем если честно смотрю дорогие друзья зря я ругаюсь на тех специалистов которые создают эту карту понимая то что это в принципе большой труд создать карту в таком от качестве а тем более 3d модель всей земли каждого камешка каждого дерева представьте это какой труд каждый камешек представляете отбрасывает тень и тень передвигается то есть если крутишь карту вот такой небольшой обзорчик не этого места снял на видео и показал то что это место существует каждый может перейти по ссылочке не оставлю под видео и посмотреть также как я более детально а также если у вас не по не появится кнопочки 3d здесь просто будет кругляшок небольшой на него нажмете у вас полностью должно открыться все вот все меню где вы нажмете уже на 2d или на 3d то есть как вам будет удобнее а на этом дорогие друзья я короткий видеоролик по обзору карты будущего заканчиваю надеюсь он вам понравился а на этом все всем до новых встреч а Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...